всем доброе белорусское утро а у нас наконец-то метель метель метет я хожу пою песню губина зима холода одинокие дома встала и хожу пою вот такая метель и у меня вождение на 12 часов сейчас 10 утра представляете как я буду водить надеюсь там гололеда нет вот подвезло так подвезло называется но в любом случае уже снег просился потому что эта серость и унылость не уже ноябрьской надоело уже хотелось каких-то красок хотя бы снега что хотя бы немножечко снег нас повеселил а тем временем я готовлю завтракать вот сделать чай к себе закончились овсяный хлопья буду я значит творожок и бутерброд я ем батон сыр масло и не купили вчера бананов я купила ветку юля купила ветку так что буду есть еще банана десерты вот вчерашняя половинка яблоко такое сочное было яблоко знаете вот по вкусу как вот яблочный сок вот наверно с этого сорта и делать яблочный сок все я буду завтракать всем наприятнейшего аппетита что я позавтракал становится очень красиво и много снега на автодроме уже ничего не будет видно никакой разметки даже не надо писать этому преподавателю где мы будем ездить потому что потому что благо он поменял только вот неделю назад на зимнюю резину не так страшно но короче ехать по дороге да еще со снега вот меня с ним ждет уже приключение это приключение нет похоже микель не собирается останавливаться переставать идти так уже нормальные такие хлопья идут пышные короче списала сейчас расскажу списалась инструктором вот слово пришло наконец-то писала с инструктором слоев от автодром нашим там не уделать болтать машине сидеть я думала красить не буду краситься нету времени короче у меня краситься чуть пощипала брови одеваюсь выбегаю еду на такой конец города нет в это видели вы это видели на самом деле на камере как так темновато самом деле стакую белое белое все я побежала на маршрутку точно опоздаю но просто так они же неописуемая красиво как красиво как красиво вообще брест это первый снег был тут же таял а вот такой чтоб вот хлопьями такими пышными с 3 эти сосны в снегу такой может как первый снег первые брестский снег так что всех вещах можно поздравить первых снег так красиво я еду на автодром что-то буду делать что-то покатаюсь кроссовки не брала в сапогах буду что там уже у меня получится единственное что пока я доеду автодром еще больше занесет будут они его чистить ну зато выпал свет что уже сделаешь вот здесь красиво смотрите ради вас специально руки морожен чтобы поснимать всю эту красоту нашу церковь и снег снег скрипит под ногами представляете жду маршрутку позвонил инструктор все же стал не ехать на автодром до долгами не отвечал я уже успела своих душ это присты все в порядке не накрасилась да сказал ну давай там предложил на ледовом но и только уже тридцать пятка я и он так он дал тебя в центре то вот короче я сейчас это или автобус 3 или маршрутка как раз вот где я вчера была в центре вовле короны мы встречаемся и поедем кататься кстати опаздывает автобус очень даже хорошо для меня меня принц пришла в овле но все равно он опаздывает и все очень медленно ездят я думаю что не у всех зимняя резина имеется я приехала в город буду снимать вам всю эту красоту я просто в восторге я в восторге на все эти красоты благо нет гололеда то бабка но эти это боюсь подскользнуться у меня все же после тромба нарушился этот вестибулярный аппарат это подать легкое головокружение я очень аккуратно спускаюсь по лестнице и вот сейчас тоже вот зимой особенно надо быть неосторожно раньше на каблуках можно было бегать сейчас нет старость и радость пользуясь случаем ехали ехали я говорю остановись я сниму быстро всю эту красоту приехали в лес буквально две секундочки снимаем и все вот это незабываем зимушку зиму ну что поздравьте меня с почину я отъездила в снег второе грубо говоря занятие за рулем да первое мы там по второму чуть поездили я думала что все какое вождение это все для меня второе занятие мы ездили за город я туда ехала плакала руки тряслись а сейчас представляете я сейчас села как будто сто лет ездила ну конечно же я это все сама не переключала мне это все говорила инструктор как переключать что делать я немножко туплю на первой передаче я забываю что она 1 передачи не отпускается сцепление потом когда уже эти передачи меняешь там уже надо это убирать сцепление и газовать то она 1 вот именно на светофорах кстати я даже по городу покаталась немного а на светофорах я туплю то есть немножко я сильно газую но в принципе сейчас вот девочка тоже меня подвозили уже не 12 занятия и она тоже газует тоже тормозит короче мне понравилось а вот сегодня мне действительно понравилось весь мой этот вот страх что идет снег и скользко я доверилась инструктору я доверила зимней резине лица мне уже было не страшно и мы даже заехали в лес там немножко съехали и я это выкручивала короче наверх поднималась но опять же все мне инструктор вот сама конечно я еще толком не умеете передачи приключать надо потренировать ну правильно у меня занятие было грубо говоря две недели назад в понедельник и сейчас в конце недели у меня занятия хотя бы вот если бы было два занятия в неделю она бы как бы уже на автомате в голове бы оставалась даже те же передачи приключать мне надо еще смотреть это что не типа тебя надо смотреть 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 где и как бы вторую я не дожимаю передачу лучше всего у меня 3 получается которая самая сложная почему-то нами получается лучше всех конечно же конечно же не проходим мимо радуемся радуемся снегу такой красоте в внешнем отпустила полегчало все же я не люблю осень больше зиму я в декабре родилась это была маленькая вообще обожала зиму зиму зимушку зиму да пусть и не моя погода пора года точнее вот еще октябрь там где вот еще эти листья желтые но ноябрь своей серости короче я так вылетала с дома что забыла ключи позвонила юлия благо она дома благо дома потому что если бы она уехала потом приехать пришлось бы ехать город ее искать но мне повезло я иду домой продолжать ей свою вкусную селедку с картошкой да но еще немного зимнего контента сто лет сто лет я снега не видела кстати снега не видела уже наверно два года я две зимы зимовала на тенериф и снега да я видела снег только каком двадцать втором году году сейчас подойдем к этой красивой сосне все мы поближе поснимаю ну а я же как всегда вам с умными мыслями у меня стреларил как узнать предназначение свое предназначение жизни особенно вам для молодежи так актуально так вот оказывается мой канал про правильное дело оказывается предназначение человека каждого человека жить и радоваться жизни вот просто радоваться жизни вот что я и продвигаю на своем канале радость жизни и любовь к себе да вот простым мелочам солнце снег дождь кто-то любит дождь но есть люди которому этому радуется посмотрите какая снегурочка я даже вам сейчас это смотрите что сделает стряхну вам стряхну вам всю эту красоту ну я думаю что этот снег растает но по крайней мере пока он есть можно наслаждаться снегом кто меня смотрит с европы с испании в испании точно снега нет еще в германии может это это немножко выпасть кстати снял в германии снег мне подружка выставляла stories тоже было немного снега или вчера вчера это было так вот радуйтесь простым вещам мелочам и вчера разговаривали с моей этой у мамы куда я хожу в няне а еще елка еще елку еще елка вам эту засниму смотрите вообще уже сразу чувствуется атмосфера нового года кстати в бресте уже установили елки есть маленькая елочка здесь эти и вы под снегом так вот мы вчера я ходила к вере и мы с мамой так по душам поговорили она мне призналась каким образом она выбрала няня я как бы в своих профессиональных способностях няне не сомневаюсь я знаю что я крутая няня единственное что я себе вот цену не назначила вот мне уже пора повышать цену за свои услуги что я крутая няня на самом деле она ведь я выбирала человека по запаху если бы вот от тебя был какой-то запах я так поняла что уже до меня уже у них были няне и говорит а от тебя никакого запаха женщина без запаха представляете я женщина без запаха потому что я сама ненавижу все запахи то есть я очень такой очень отношусь чиппитель на гигиене каждый день душ естественно дубы чистите я сама не люблю когда от кого-то идет какой-то запах особенно там тело специфически да или там зубы люди не следят за зубами да пускай они в идеальном состоянии но все равно какие-то пломбы должны стоять и конечно же зубы чистить на каждый день вот поэтому я за гигиеной очень слежу и беру мне самой вот если запаха человека идет и она сказала что мы выбираем людей по запаху вот если от человека идет какой-то запах ну мы же тоже звери грубо говоря до животный мир людей называется и мы выбираем по запаху и если идет запаха человека значит это как опасность для нас значит предупреждает нас наш организм что это какая-то опасность и лучше с этим человеком не общаться такая была история у меня с первым мужем мне не нравился его запах и и не могла понять почему меняйте его запах да это это было так сказать как это называется прогнозируемо что что-то не мой человек со вторым мужем такого нет то есть вот прям запах чтобы ну нет такого что мне нравится мне даже где-то он нравится ну то есть поэтому ну как бы я что уже второго человека выбирала уже не позади ты там уж выходила до основного выходила замуж поэтому мне ну мой испанский муж нравится принципе да поэтому не все так печально красиво красиво от отсюда сейчас поснимаю еще можно еще даже в какой-нибудь селфи в селфи сейчас замучу фоточку я отправлю испанскому мужу видосик он то у меня фанат зимы и холода я даже ему хочу предложить чтобы он на зиму приезжал ко мне а я а я на зиму буду приезжать к нему такой у нас будет гостевой брак то есть он будет зимой в Беларуси а я зимой буду на Тонерифе еще с этого ракурса немножко просматривается солнышко поглядывается так сразу красиво-красиво я вспомнила что у меня аж есть мех но я его на Тонерифе оставила кстати надо посмотреть может мой подойдет какой мех здесь кнопки у меня есть там был такой искусственный мех я уже его не перла с Тонерифой короче куртка без меха красоту вам снимаю иду обедать и учите эти уроки свои я вчера немножко клацала надо вот все-таки садиться и чтоб как я уже говорила от зубов вот мне не хватает вот сейчас девочка переговорила она говорит надо учить надо учить по другому никак по другому никак не сдашь чтобы такую вам красоту с города Бреста снимаем да мы как бы больше тут вот на юге у нас редко снег бывает ну как бы по сравнению с Минском например бывает у нас снега нет а к Минску подъезжаешь там снег лежит а вот Минск, Витебск, Могилёв ну и до Бреста и до Бреста да долетела вся эта красота видите уже чуть даже опадает потому что температура плюс один не минусовая и вся эта красота может скоро пропасть но пока еще держится я вам всю эту красоту снимаю ну что я скажу еще в завершении мне понравилось водить и я думаю это мое вот это у меня был такой страх что я никогда не сяду за руль я не смогу и все вот это у меня еще есть страх что рядом машины едут или там автобус какой-то большой еще идет смотрите прикол кошак кошак бежит по снегу кошак прям проваливается вот эти хризантены под снегом такой у меня сегодня зимний контент вот и эта рябина которую я вам снимала когда выходила из дома так вот возвращаюсь чем больше я вожу тем больше мне нравится тем больше мне нравится да осталось только заработать денег на машину и катать свою попу на машине ну говорю просто тот страх который у меня был вот просто он такой был знаете непреодолимый мне казалось я никогда это не сделаю вот просто никогда я если бы не жизнь для Тенерифа я бы даже не пошла бы учиться на права но я вижу что это необходимо если я хочу жить за границей это просто необходимо добираться в магазин на работу да может быть я пойду на работу вот короче мне очень понравилось я сказала водителю он наверное тоже от меня кайфует что я такая вся такая на эмоциях я говорю мне понравилось он даже улыбнулся да вот такая я кокетка все иду есть свою вкусную селедку которая это это найдет там и Субтитры сделал DimaTorzok